Должники по ЖКХ – головная боль сотрудников службы судебных приставов. Чтобы получить с граждан суммы по квитанциям, в каждом муниципалитете разрабатывают свои методы. В способах взыскания особенно преуспел Фурмановский район. Как работают приставы-новаторы, решила узнать и наша съемочная группа. Работа по квитанциям теплосети в городе налажена как часы. В рейды, кроме специалистов ФССП, ходят непосредственно и сами взыскатели. Всех должников, а их на население полторы тысячи человек, знают в лицо. Общий долг – 33 миллиона. За прошедший год нами подано свыше 1500 исковых заявлений о взыскании задолженности на сумму свыше 20 миллионов рублей. Сейчас, в текущий период 2017 года, подано исковых заявлений в суд около тысячи на сумму около 4 миллионов рублей. Списание средств со счетов, поквартирный обход, опись предметов быта, ограничительные меры – это классика в работе приставов. В этой квартире долг 90 тысяч рублей. Приставы принимают решение имущество изъять в счет погашения. Предварительную оценку техники производят на месте. Естественно, в присутствии двух понятых арест накладывается. В акт описи ареста включаются подписи понятых, подпись должника, подпись любых других представителей. Должнику вручается под личную подпись акт описи ареста, постановление об оценке имущества вручается. Работать сверх нормы – такое решение приняли сотрудники службы приставов и специалисты теплосети. Теперь в рейды они будут выходить не дважды в неделю, а трижды. Еще одна фурмановская новелла – давление в рамках закона, конечно, на мораль и нравственность должников. Такие цветные квитанции – эксклюзивная придумка МУП теплосети. Они есть только в фурманове. Желтые достаются тем, у кого задолженность меньше 20 тысяч рублей. Вот такие стыдливо красные должникам со стажем, с большими задолженностями. По мнению коммунальщиков, именно эти яркие квитанции оказывают сильный эмоциональный эффект на должников, ну и, конечно, на их соседей. Должникам не скрыться нигде. Им регулярно пишут письма, оставляют предписания, ведут разговоры с начальством и коллегами по работе. Мы можем и имущественное положение проверять, а именно это выход по адресу. Также, бывает, должники не проживают по адресу регистрации. А судебный пристав, узнав иной адрес, тоже можем выходить с арестом имущества, проверять имущественное положение. А также и на работу должника. Тепловая энергия – это обязательная услуга. От нее нельзя отказаться, ее нельзя отключить в случае неуплаты. Платить надо, даже если в квартире не проживаешь. Поэтому долги у населения копятся, как снежный ком. Ежемесячная сумма тоже получается немаленькая. Больше тысячи рублей. Как говорил в свое время директор Федеральной службы судебных приставов, принудительное исполнение может быть добровольным только тогда, когда должник знает, что к нему могут быть примены те или иные меры принудительного исполнения. Мы все-таки считаем, что работу на данном направлении надо все-таки вести по нескольким направлениям. Кто-то понимает и просто предупреждение, а для кого-то решающим оказываются только методы изъятия имущества. Фурмановский район – хорошист. Его областное руководство приставов хвалит. Причина высокой собираемости, здесь она примерно 90%, в том, что теплосеть – муниципальное предприятие. Значит, сотрудники мэрии лично заинтересованы в том, чтобы должников в городе не было. В двоечниках по собираемости за услуги ТЭК – Иваново. За должность столицы региона – 1 миллиард рублей, 900 миллионов из которых должны юридические лица. Мария Измирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Фурманов.